Всем-всем добрый день! Вы на канале Красота спасет мир. Меня зовут Наталья Карпенита. Добро пожаловать в новый влог. Сейчас у нас уже середина января и мы вернулись только что с семьей из отпуска. Мы ездили на Багамы. Как вы знаете, мы живем в Америке, поэтому для нас это совсем недалекое путешествие, съездить на Багамские острова. Но на самом деле мы там были первый раз. И если у вас есть желание, настроение попутешествовать немного виртуально, посмотреть Багамские острова, то я покажу их вам через, как говорится, призму своей камеры. Я постаралась сделать это видео разнообразным, показать вам с чем мы столкнулись и, возможно, составить это в формате того, как лучше спланировать ваше путешествие, чтобы получить максимум за те деньги, которые вы за него заплатите. Обычно я говорю, поехали, но на этот раз мы с вами полетим. Полетели, и вот место вылета у нас был Boston, Massachusetts, потому что у нас сейчас нет никакого прямого рейса на Багамы. Мы должны были сделать пересадку. Может, у нас было два варианта сделать какую-то пересадку в Нью-Джерси или в районе Нью-Йорка. Вот такие авиарейсы были, и также были авиарейсы с пересадками во Флориде. Мы выбрали, конечно, пересадку во Флориде, во-первых, потому что это теплый аэропорт, всегда легче делать пересадку в таком теплом аэропорту. И, конечно, еще мы ориентировались на цены и на время вылета, чтобы вылет не был сильно-сильно рано. Это неудобно, где-то в районе девяти-десяти часов утра. Вот для нас это наиболее удобно, чтобы было достаточно времени добраться до аэропорта и затем полететь до Флориды. Время перелета где-то было в районе четырех часов и затем с Орландо до Багамских островов где-то в районе одного часа по продолжительности времени. В архипелаг Багамских островов входит более 700 островов, только 30 из них обитаемые и из 30 далеко не на всех процветает туризм. Также в этот же архипелаг входит более двух тысяч коралловых рифов. В 1492 году Багамские острова открыл Кристофор Колумб. В это время активны были испанские колонизаторы. Местное население было или выселено с островов или обращено в рабство. Многие из них погибли из-за болезней, которые принесли с собой европейцы. Какое-то время здесь правили испанцы, но в 1718 году за дело взялась Британия. И это стала британской колонией. И вот на сегодняшний момент до сих пор король Чарльз III, он является королем Баргамских островов. У них местная власть представлена губернатором, который назначается премьер-министром. И вот получается, что теоретически с 1973 года Багама является независимой страной, но тем не менее главой государства по-прежнему остается британский монарх, и они являются составной частью британского Содружества. Такая доля выпала на долю Багамских островов. Думаю, достаточно про политическое устройство, то вам всем будет скучно. Сейчас мы с вами будем смотреть, в какой гостинице мы устроились. Мы приземлились в столице Нассо, где аэропорт. Вот слева сейчас вы видите много-много стоит круизшип. Вот такие большие круизы, они там останавливаются. Мы с вами едем на Парадайз Айленд. Здесь есть два моста. Один идет на Парадайз Айленд, вот этот райский остров, а второй идет из него. И слева вы видите гостиницу Атлантис. Это вот большой-большой комплекс, в котором мы остановились. В этот комплекс ходят как вот эти крупные высотные здания, так и небольшие домики, которые вы видите на переднем плане. Они выходят прямо на набережную. Вот мы остановились вот в этих небольших домиках. Сейчас мы в вестибюле будем получать ключи в комнату. И чем отличается пребывание вот в этих небольших домиках, это то, что здесь располагается timeshares. То есть вы можете снять не только комнату в гостинице, а вы можете снять вот такую прям небольшую квартиру. У нас на самом деле будет две смежных квартиры. Одна для нас и вторая для детей. По цене я сразу скажу, что гораздо выгоднее останавливаться вот именно в такой timeshare, который сейчас я вам показываю. Потому что вот здесь у нас пребывание и на нас, и на детей. Общая стоимость была 2100 за 7 ночей. То есть 300 долларов за сутки. А если останавливаться в гостинице, то там будет гораздо дороже. Там будет минимум 1000 долларов за сутки. И у вас будет всего одна комната. Возможно, там будут две большие кровати, на которые, возможно, на каждой кровати поместится по два человека. В общей сложности в одной комнате вы будете жить вчетвером. И вот учитывая того, что мы уже такие довольно-таки большенькие, детям уже по 18 лет, и не очень удобно останавливаться в одной комнате. Я это все представляю, как это было бы. Потому что у вас будет одна ванная, один телевизор и так далее. Это будет неудобно. Но здесь, вы сами видите, у нас здесь есть кухня. На самом деле, даже две кухни. Вот сейчас я захожу на половину, где квартира детей. У них здесь тоже небольшая вот такая гостиная. Затем вот такая вторая небольшая кухонька у них. Наша кухня была побольше, в которой мы и готовили. И вот у них также своя спальня, своя ванная комната. И что еще большой плюс, у нас здесь были две стиральные и две сушильные машины. Так что я за раз делала стирку в двух стиральных машинах. И на самом деле, было удобно. Но стирку я делала здесь всего, как говорится, посередине недели один раз, чтобы обновить наш гардероб и чтобы всего было достаточно. Вот таким образом, если у вас есть стиральная машина, можно не упаковать с собой столько много всего. Что еще хотела я сказать, что вот когда есть своя кухня, вы можете сэкономить на завтраках. Почему вам нужно экономить в отпуске? Вот на Багамах это нужно действительно делать. Потому что мы были в разных отпусках. Но по цене продукты вот на Багамах, это, как говорится, skyrocket. Это настолько дорого. Я дам вам попозже все эти цены. Покажу немножко, что сколько стоит. Но мы делали закупки на завтрак. Вот этих всех продуктов. По пути из аэропорта мы остановились в магазине. И купили все продукты на завтрак. Также кое-что привезли из дома с собой. И вот это на самом деле очень нас выручило. Именно на завтрак. Потому что только два приема еды, ланч и обед мы кушали где-то. А завтрак мы готовили себе сами. Это было очень удобно на самом деле. То есть на сайте redweek.com я перекупила таймшеры. То есть право на то, чтобы остановиться в этих двух квартирах у одного из владельца. Там есть всякие разные цены. Есть гораздо дороже и есть гораздо дешевле. Естественно, если вы будете снимать только одну квартиру. И есть разные размеры. Показываю вам вот этот бассейн. Это была сделана съемка рано-рано утром. И это вот непосредственно при этом комплексе Harborside. Но нужно сказать, что наши вот эти все мини-домики, они являются частью вот этого крупного комплекса Atlantis. И у вас есть все права пойти в Atlantis и пользоваться их парком. Аквапарком даются браслеты, которые дают вам именно право входа в эти парки. Сейчас мы по тропинке пойдем и посмотрим, как там все выглядит. И мы направляемся к этому главному комплексу Atlantis. Когда вы идете, у вас перед глазами такая харбор. Это такой небольшой залив. И вот когда мы идем по этой тропинке, мы видим все эти огромные яхты. И чем будем дальше заходить вглубь, тем больше яхты будут у вас по размерам. Судя по флагам, они приехали из совершенно разных стран мира. Очень много было яхт из Флориды. Но также было много яхт и с островов. И также было очень много яхт из Южной Америки. Вот видно все богатые мира здесь припарковались. И они здесь отдыхают. Вот принято на яхтах снимать обувь. Это обычно я нигде не вижу, чтобы вот так вот за пределами дома снимали обувь. Но здесь вот все видно, что кто заходит на палубу яхты, все разуваются, как говорится, на берегу. Кто владеет такими яхтами? Я думаю, что миллиардеры. Даже не миллионеры, не мультимиллионеры. Вот именно миллиардеры владеют такими яхтами. Кто еще заметила, что каждый из этих яхт имеет свой крутость, имеет свой обслуживающий персонал, который постоянно живет на этой яхте. С 2 дела от 3 где-то до 5 человек. Тех людей, которые готовят им завтраки, обеды и ужины. И которые все это организуют, отмывают эти яхты и так далее. Ну, конечно, интересно было бы побывать внутри, но никогда у меня не получалось. И что еще здесь было интересного на этой набережной? Так вот эти кошки, бездомные кошки, которых дочка моя обожала фотографировать, гладить и кормить. Каждый вечер она им что-то такое вкусненькое приносила из ресторана. И параллельно вот этой набережной, которая соединяет наш комплекс с основным комплексом Атлантиса, вот такая небольшая тропинка, где в каждом знании разные бизнесы. Наиболее часто мы ходили вот в этот местный Starbucks, покупали там кофе с дочкой каждый день. Кофе по цене был примерно так же, как и в Америке. Но, конечно, у них идут какие-то дополнительные накрутки за то, что вы покупаете это на острове. И вот получается, что за два напитка вы даете примерно 14 долларов, вот такие цены. Ну и дальше я показываю вам ассортимент выпечки. Она, в принципе, меняется каждый день. Видно, что они получают новый товар. Но ассортимент, я бы сказала, более ограничен, чем я видела в других Starbucks. И что еще я хотела сказать, на этом же Стрипе здесь находятся и другие маленькие, небольшие рестораны. Ну, в них ходят все, вот даже из большого комплекса гостиничного, из главного Атлантис, все приходят сюда. По ночам здесь все довольно-таки оживлено. И, как говорится, вся местная интересная тусовка происходит здесь. А что еще хотела сказать, если вы отойдете на одну улицу вглубь острова, то картина значительно изменится. И она изменится в значительно худшую сторону. Из тех островов, что мы были, вот в основном на Карибах, всегда нужно оставаться в резортной зоне. Если вы выходите за зону резорта, за зону вашего отеля, все меняется очень быстро. Вы не чувствуете себя в безопасности. Качество магазинов не такого, что есть какие-то средние магазины. Есть или совершенно такие заброшенные магазины, где вот даже продукты все эти пахнут. Ну, что в одном мы таком остановились, мы ничего там не могли купить. Ну, что там такое представление, что было все не свежее. Или будет очень-очень дорогое, но все это для туристов. Поэтому или привозите с собой, или будьте готовы, что вы будете покупать и платить вот эту самую высокую цену. Ну, и как на последний выход, вы будете покупать там, где будут покупать местные. Ну, наверное, я буду права, если я скажу так, что вряд ли вам понравится покупать вот именно в тех магазинах, в которых закупаются местные. И если сравнивать вот разные острова, которые на Карибах, и также вот, допустим, Багамские острова, тоже Мексику. И зачем вот, допустим, люди едут на Багамские острова, я расскажу вам про все плюсы и про минусы, как это вижу я. Да, если вам ехать за вкусной едой, за недорогой едой, то сюда ехать не надо. Но если вы хотите посмотреть очень красивый аквапарк, этот аквариум располагается в самом Атлантисе. Он находится как бы под землей и также он выходит на улицу. Можно смотреть и сверху на рыб, и можно смотреть с них вот так через стекло, гуляя по подземелью. Это огромный аквариум, он, я считаю, что даже лучше, красивее. Представлено больше разных видов рыб по сравнению, допустим, с тем же SeaWorld в Орландо-Флориде, который имеет прекрасный аквариум. Но вот этот аквариум мне понравился больше. Здесь я не видела представлений с дельфинами и китами, как они были какое-то время назад в SeaWorld. То, что я знаю, на сегодняшний день там все эти представления скручиваются, но очень-очень красивый вот этот аквариум. Я сейчас показываю вам кадры из него, из всех аквариумов, которые я была, меня впечатлил больше всех. Чтобы сориентировать вас по цене, вот допустим, день SeaWorld будет стоить больше, чем 100 долларов на одного человека. И это будет только на один день, поэтому считайте сами. Если вам нужно пойти вчетвером, то это будет 400 долларов на сутки. А здесь вы можете ходить каждый день, гулять по этому аквариуму, каждый день из своего пребывания. Что еще хотела сказать, что спланированно было все очень правильно, нет никаких очередей, и вы не чувствуете себя, что вас постоянно кто-то толкает, и вы стоите в очереди, чтобы посмотреть на ту или иную рыбу. Вот этого нет, и все располагается в таком подземелье, что это совершенно не жарко, и очень комфортно гулять, и все это рассматривать. У них еще тут такие есть аудиоэффекты. Вы чувствуете, что вы как будто гуляете по дну океана. Очень-очень интересно. Много столетий назад Багамы были пристанищем пиратов, и вот когда нас водитель вез с аэропорта до гостиницы, он сказал, что здесь есть еще пиратские пещеры, но они не здесь, не в Атлантисе, а на Багамах. Конечно, интересно было бы посетить их, но не удалось нам на этот раз посетить их. Но вообще посмотреть было бы интересно, как это все сделано. Иногда все это рекламируется как что-то интересное, а на самом деле ничего особенного. Но от себя я говорю, что мне было бы это интересно, посмотреть, что там у них в пиратских пещерах. Вот такие рыбы, смотрите, как они между собой ругаются, а что-то друг другу доказывают. Вот дочка моя, большая любительница всего животного мира, мы уже с ней ходили в зоопарк, помните, мы с вами ходили в Бостоне в зоопарк. И вот к варю мы с ней ходили каждый божий день, она познакомилась с каждой рыбой здесь. И даже съездили мы с ней на сноркалин, на лодке был отдельный тур, дорогой. На самом деле тур был 100 долларов с человека. Что я могу сказать, что вот если посмотреть на разнообразие рыб, то здесь вы увидите гораздо больше. Там столько рыб, разновидностей я не увидела. Там мы увидели много рыб, но не было такого большого разнообразия. Если вы ищете отпуск, где вы хотите сделать очень хороший сноркалинг, я бы рекомендовала Turks and Caicos. Вот там сноркалы недалеко от берега, далеко ехать не нужно, и там шикарный сноркалинг. И там можно набрать вот такие большие красивые ракушки, можно прямо за ними нырнуть и набрать, и даже далеко нырять не надо. Там сноркалинг, я считаю, гораздо лучше, чем на Пагамах. Хотела показать вам, что у нас в холодильнике. Закупили мы здесь в местном магазине по пути из аэропорта фрукты, ягоды, молоко и что еще, яйца, масло. Сыр мы привезли с собой. И вообще нужно сказать насчет сыра, у нее здесь очень плохо, ничего нету в магазинах. Дальше, что еще, привезли с собой овсянку. Ну, в принципе, овсянку можно было купить, и хлеб тоже можно купить. Также вам нужно будет покупать воду, питьевую воду, потому что местная вода из крана, ее пить невозможно, имеет ужасный запах. Также, в принципе, как и вода во Флориде, если она не как-то особо фильтрованная, пить из крана ее невозможно. Нужно вам будет покупать питьевую воду. И вот такой завтрак, очень простой, вы можете сделать, если вы закупите какие-то продукты, если вы будете ходить и есть это все в ресторане, вот у меня здесь овсяная каша, творог, немного ветчины и так далее, то это будет стоить гораздо-гораздо дороже. Я думаю, что на 4-х человек вот подобный завтрак вам обойдется 100 долларов. Вот если я покажу вам то, что сейчас я ем, вы тоже самое будете есть, у вас будет где-то 100 долларов на один завтрак. Размер комплекса огромный. И вот в этот один большой комплекс «Атлантис», в него входят 5 разных гостиниц, между которыми есть сообщение, ходит бесплатный автобус, ждать его долго не надо, где-то 5-10 минут, и он вас бесплатно отвезет и с одной гостиницы в другую. Ну, конечно, можно пройти пешком, займет у вас это, конечно, немножко подольше. Но очень красиво, вот когда идешь между одной гостиницей к другой, вот то, что вы видите. Вы идете по таким тропинкам, которые окружены искусственно сделанными такими прудиками, там будут у вас небольшие магазинчики, все будет затенено. Очень-очень зеленый остров по сравнению с Арубой, гораздо больше зелени, я бы сказала, здесь. Насчет океана, можно купаться, да, но много людей мы не видели в океане, потому что вода немножко более прохладная, чем, допустим, на Карибах, на самих Карибах, в Мексике, допустим, здесь будет более прохладная вода. Но все равно она вполне комфортная, особенно вот для нас, людей, как говорится, северных, это очень все комфортно, купаться в океане тоже. Но здесь американцы отдыхают, и они, и вот это вот восточное побережье Америки, оно избаловано, да, теплым океаном, и никто не хочет купаться в такой немножко прохладной воде. Поэтому все предпочитают купаться именно в бассейнах, а бассейны здесь шикарные. Сейчас, кстати, мы проходим по такому небольшому мостику, и вот то, что вы видите, люди сноркл делают. И они вот плавают прямо поверх этого аквариума, по которому мы с вами ходили в начале видео, гуляли. И чтобы вот сделать такой сноркл, это стоит 200 долларов на человека, да. Это мы не делали, было немножко дороговато для нас. А сейчас мы тоже подошли к другому такому большому аттракциону. Здесь плавают акулы, и такая иллюзия у вас, что если вы искаетесь по этому спуску, вы будете среди акул. Но на самом деле, конечно, это все изолировано, все идет в тоннели. Сейчас вот скатился мой сын, и затем скатилась моя дочь. Они агитировали меня, но я не ходила на этот спуск, я ходила на другие спуски. Вот где люди, вы видите, идут с такими полонами, вот на эти спуски я ходила. А вот эти спуски плавно переходят в такие небольшие речки. Одна очень-очень длинная река, здесь называется Лэйзи Ривер, по которой можно скатиться. Она очень интересная, она отличается от других вот таких речек, которых я видела в других резортах, тем, что на ней сделаны рапец. То есть на ней сделаны такие небольшие порожки. У вас такое впечатление, что вы спускаетесь вот именно по каким-то горным рекам. Очень-очень интересно, но я не делала видео там, потому что туда невозможно было взять камеру, она бы у вас промокла. Сейчас мы с вами пришли в самую большую гостиницу, называется Royal Towers. Это самая большая гостиница от этого комплекса Atlantis. И в ней располагается казино. Также располагается очень много брендовых магазинов от всех итальянских, французских и американских дизайнеров. Очень дорогие бренды вы можете найти здесь. Также очень-очень большое казино. Затем, что еще хотела вам рассказать. Вот этот Bridge Suite, такой мост. Если вы видите между двумя зданиями, там располагается самый престижный гостиничный номер в этом комплексе. Цена такая 25 тысяч долларов в одну ночь. И минимум вы должны зарезервировать 4 ночи. Так что можно иметь представление, кто там может позволить себе остановиться. Ну и вид из окна вот такой. Можно подойти к акулам, сесть рядом с ними и немножко их подразнить, немножко их поразглядывать. Сын мой напугал сестру свою, что сейчас он ее к акулам скинет. Потому что говорит, вот ты любишь снорклинг, сходи, сделай снорклинг с акулами. Она быстро оттуда слиняла. Вообще, если вы планируете отпуск на какие-то острова, на любые острова, планируйте так, что основные развлечения у вас будут на территории гостиницы. Насчет сайтинг, насчет того, что можно увидеть интересного на острове, в принципе ничего. Вот один раз мы съездили в НАСА, это столица Махамас, чтобы посмотреть, что у них там есть в магазине. Потому что у нас заканчивались продукты на завтрак. И вот здесь припарковываются самые большие круизные лайнеры. Здесь они стояли и в два на тот момент. Со слов местных, в будущем будет приходить и гораздо больше лайнеров. Но я покажу вам, где они припарковываются и что там видно вокруг, когда вы выходите с лайнера. Ничего там особенного нет и ничего интересного рядом с этим местом высадки с лайнера, с этого круизного лайнера нет. И все они садятся на вот такие лодочки и едут на пляж. Они едут или в Атлантис, или едут на какой-то другой пляж, или к бассейнам, чтобы там провести время. Вот вся толпа, которую мы видим сейчас вокруг, это вся, как говорится, пассажиры лайнера. Они с него спустились и они ищут себе развлечения. Не знаю, какие развлечения здесь можно найти. Но вот то, что вы видите, когда вы спускаетесь с круизного лайнера на остров. Вам нужно будет ехать или на общественный пляж, или в какую-то гостиницу, с которой есть договор у этого круизного лайнера, что вы можете пользоваться их бассейном. Сменим тему. Ну, небольшая пауза у нас, посвященная уходу за собой, что я пакую. Знаете, со временем научилась паковать все меньше и меньше косметики. И вот даже палетки, которые я взяла в этом году, ни разу ими не пользовалась в следующем году. Я не собираюсь ничего этого брать. Главное, что не забыть, это солнцезащитный крем. Побольше различного увлажняющего крема, как для лица, так и для тела. Что еще я взяла такое масло, оно на основе пионовых листьев. Его можно использовать и для волос, и для кожи. И на самом деле, вот в этом климате, в очень влажном климате, мои волосы выглядят немножко лучше даже. Потому что они все равно так немножко подкручиваются. И, в принципе, можно ничего с ними не делать, не укладывать, только каждый день их мыть. И они сами высыхают, и затем я смазываю их маслом. Еще купила себе такие шлепки, да. Это не настоящая Валентина. И это просто реплика. Ну, смотрится, по-моему, неплохо. Знаете, и так получилось, что они у меня за очень-очень хорошую цену заплатила я за них всего 9 долларов. Если вы ищете подобные в Америке, сейчас их можно купить в DSW Warehouse. Купила их за день до отъезда, и в тот же день заказала себе бежевые на интернете. Но те еще и не получила. Здесь Лора нашла свалившийся с пальмы кокос. В общем, решили мы его открыть, посмотреть, что там внутри. На самом деле, открыть его не очень легко, особенно если у вас нет никакого ножа. Но можно, да, если сильно хочется, то можно. Открыли, попили немножко кокосовой воды. И на этом успокоились. Но, как говорится, на кокосах далеко не уедешь. Сейчас хотела показать вам следующий сегмент, посвященный тому, где можно здесь пообедать. Очень часто на островах популярен формат. Все включено, но нужно сказать, что в Атлантисе это не особо практикуется. Хотя есть ресторан, в котором мы сейчас с вами, называется Poseidon Stable. Он сделан по именно формату буфета. Когда вы платите одну цену, и затем вы можете есть там сколько хотите. Я не делала детальную съемку всех этих блюд, потому что не чувствовала себя очень комфортно. Ходить с камерой, разглядывать все это. Но по сравнению с Мексикой и Доминиканской, примерно тот же уровень. Примерно то же самое, что вы увидите там в самых хороших гостиницах. Но немножко попроще, чем если вы будете сравнивать с Turks and Caicos. Цена запредельная. 56 долларов на одного человека. То есть больше 200 долларов на один раз пообедать. На самом деле общий счет здесь за обед был 280 долларов. Потому что они сразу же добавляют еще какие-то дополнительные накрутки. Они сразу же добавляют чаевые. И в то же время они просят, что вы им дали им чаевые в дополнение к этим чаевым. Так что следите за этим. Потому что чаевые уже включены в ваш счет. В каждый ресторан, в который бы вы ни пошли, они сразу же добавляют 15-20% чаевых. Возможно и поэтому вот этот буфет был очень даже полупустой. Большинство людей были в обычных ресторанах, в которые мы тоже ходили. В остальные дни своего отпуска. И там цены были примерно 150-200 долларов на четверых. И это при условии, что вы не будете пить ничего спиртного. Потому что если вы будете добавлять что-то спиртное, это быстро может удвоить цену вашего обеда. Подытоживая насчет ресторанов. Если вы ищите какие-то хорошие рестораны, я бы советовала Рубу. Там они очень хорошие и там цены не очень такие запредельные. Я бы сказала, если вы ищите хорошие буфеты, где будет все включено, езжайте на Turks and Caicos, но там цена повыше. Или езжайте в какую-то очень хорошую гостиницу в Мексике. Там тоже рестораны, я считаю, получше, чем в доминиканской. Если говорить про пляжи на Карибских островах, самые лучшие пляжи, я считаю, Turks and Caicos, также на Аруби. Там спокойное, тихое море, нет никаких камней. В Мексике, в зависимости от того, какая у вас гостиница, там может попасться каменистый берег. И также там очень много грязных пляжей. Дальше про доминикану. Хорошие пляжи, но также могут быть некоторые из них грязные. И то, что мне лично не понравилось в доминикане, что там очень много всяких комаров и всяких мух, от которых прям нет спасения. Про богамы, если вы спросите меня и вы спросите моего мужа, то, возможно, будет два разных мнения. Мне понравилось здесь больше, чем понравилось ему. Ему нравится, когда более жарко, потому что здесь не настолько жарко, как вот если были бы мы в Мексике или на той же Аруби. Там все время шпарит так, что 30 градусов с плюсом. Вот мне больше нравится, как здесь. Здесь это было 25, такая температура. В последний день, кстати, было прохладно. И мы даже одели теплые кофты. Но это было всего один день. И потом опять здесь температура поднялась. И вот когда я снимала это видео, видно, что эти черепахи, то ли они замерзли, то ли что, они все прятались под камнем. И второй момент, к которому вы должны быть готовы, это то, что еда здесь будет стоить больше, чем на других Карибских островах. При планировании путешествия можно сэкономить на многом. Чтобы выбрать, где остановиться, если вы остановитесь не вот в этих больших гостиницах, а вы остановитесь, допустим, в той же Тамширов, в которой остановились мы, Харбард Сайт Резорт. Найдите это на Рэдвик, посмотрите. Там цены гораздо, гораздо в 3-4 раза дешевле, чем если бы вы остановились, допустим, в этих высотных зданиях. У вас будет своя кухня, вы можете что-то приготовить в любой момент. Если бы я делала это все сначала, и я бы знала ту информацию, которую я получила после пребывания здесь, я бы привезла гораздо больше продуктов. С тем, чтобы не тратиться, не чувствовать себя виноватой, иметь какие-то продукты, чтобы сделать какой-то нехитрый ланч. Но этого не было. У нас было только немного продуктов на завтрак. И также то, что можно было купить в магазинах, это был очень ограниченный репертуар. Но если привезти с собой немножко больше продуктов, все это продумать, то можно вот именно свое пребывание сделать гораздо более удобным и не настолько бюджетно затратным. Но в принципе, мне этот отпуск очень-очень понравился. Надеюсь, что я вас не утомила своими рассуждениями о ценах. Но я сделала это именно для того, чтобы сделать это видео для вас полезным. Если кто-то когда-то поедет в Атлантис, будьте именно к этому подготовлены правильно, потому что это шикарная гостиница, это шикарный комплекс, в котором много хорошего, много интересного. И я старалась вот это интересное все для вас показать. Но также я хотела для вас показать именно то, как можно сэкономить деньги при путешествиях. И возможно, эти советы подойдут, и если вы путешествуете в какой-то другой отпуск, потому что, я думаю, проблемы примерно одинаковые везде. Потому что, когда мы приезжаем куда-то, мы не знаем, куда сунуться, куда ткнуться, где все найти более бюджетное. И не хочется так, чтобы отпуск доставлял какой-то особый стресс, а хочется просто наслаждаться этим отпуском. Но тем не менее, все деньги зарабатываются очень сложно, и поэтому распоряжаться нужно ими мудро. И, как говорят, penny saved is penny earned. То есть, если вы сэкономили какие-то деньги, то считайте, что вы их заработали. Надеюсь, что вы поняли посыл моего видео. Именно был такой. На этом я с вами прощаюсь. И мы с вами увидимся очень-очень скоро. Всего вам самого доброго. И до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok